Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Природный баланс. Что еще необходимо сделать для защиты окружающей среды? По сторонним вход воспрещен. Как в школах Чувашии соблюдаются меры эпидемиологической безопасности? Ненаглядные пособия. Чем оборудованы современные аудитории? Опыт, наработки и перспективы сохранения экологического здоровья республики обсудили сегодня в научно-исследовательском институте экологии и природопользования. В разговоре принял участие глава региона. Экологическая сбалансированность – одно из достижений, которые выгодно выделяет наш регион среди прочих. Держать планку не первый год республике удается благодаря опыту и ответственному отношению к этой сфере. Для того, чтобы эти программы работали, сделаны определенные заделы в свое время. То есть у нас есть полигон, который работает по конституционным условиям. У нас рекультивируются свалки. Публика переводит к тому, что будет размещение отходов непосредственно на полигонах, только после сортировки. Будут использоваться вторично ресурсы, которые необходимо пустить в производство. Это дает большой стимул для экологической отрасли. Предприниматели тоже могут участвовать. Всесторонним изучением и контролем вопросов охраны окружающей среды в республике занимается научно-исследовательский институт экологии и природопользования. Его сотрудники ведут и большую просветительскую работу. Глава республики Олег Николаев обозначил задачу. Необходимо выполнить все намеченные планы и обязательства по созданию отечественного бренда чистой зеленой продукции. Помимо всех тех наработок, которые есть в этой области, поднять на новый уровень работу в обращении с твердым и коммунальными отходами, конечно же, надо посмотреть, в том числе с учетом прежних наработок даже со времен Советского Союза, вопросы рекультивации земель, как сельскохозяйственного назначения, так и иных, которые находятся сегодня, возможно, либо под свалками, либо в неиспользуемом состоянии. И вот в целом, вот такие вопросы сегодня были обсуждены и обозначены сроки для выработки четких планов работы. Олег Николаев вручил ведомственные знаки отличия Минприроды России. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. К отопительному сезону не все муниципалитеты подготовились должным образом. Некоторые подошли с огромными долгами за голубое топливо. Об этом и других актуальных проблемах газоснабжения рассказал на встрече с журналистами руководитель газовых компаний Республики Киамидин Мифтохуддинов. Уровень газификации Республики один из самых высоких в стране – более 93%, и это не предел. Сформирована и утверждена программа газификации на ближайшие пять лет. Но пока в республике остаются серьезные проблемы с оплатой за голубое топливо. Более 2,5 миллиардов рублей – такова просроченная задолженность за поставленный газ потребителей Чувашии. Причем почти 64% долгов накопили теплоснабжающие организации. Допустим, АллатРская, КУКТЕС, Шумерлинский, ШПТИФ называется, был от МОПТеплоэнерго, сейчас коммуналик появился, коммунальный банкрот, стал сейчас ШПТИФ, который тоже долг 16 миллионов. Вот эти долги связывают наши руки. Вот коммунальная технология в 2018 году ушла с этой сферы деятельности, пришла МОПТеплосеть, город Чебоксар, долг на сегодня почти 200 миллионов рублей. 99% – почти сбор денег на население, платежей. А где остальные? У малых городов региона тоже есть долги. Среди них – АллатР и Шумерлин. Наиболее проблемными в части расчетов остаются теплоснабжающие организации Аликовского, Вурнарского, Красноармейского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского районах. На уровне правительства Чуваши и руководства «Газпрома» составлен график погашения задолженности на ближайшие три года. Эта система сработает при условии, что будут своевременно оплачиваться текущие платежи. Однако, предупреждают руководители, если договорные отношения будут сорваны, должников ждут серьезные санкции. В ближайшее время отдельные муниципалитеты будут приостановлены, будут ввести ограничения, если не будет решено. В преддверии отопительного сезона Кимидин Мефтухуддинов также напомнил и о правилах безопасного использования газа. Прежде чем запустить газообороны, первую очередь должен проверить вытяжку. Есть вытяжка или нет. Потом ты должен включить оборудование. Потом еще должен проверить, при работе газообороны вытяжка есть или нет. Только при этом должен эксплуатировать. В соответствии с действующим законодательством, раз в год необходимо проводить обязательное техническое обслуживание. В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со специализированной компанией, поставщик вправе приостановить подачу газа. Уклонение от заключения договора над ТО, отказ в допуске специалистов, влечет административное наказание. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Строительство любого здания начинается с проектно-сметной документации. От ее качества зависят безопасность готового объекта и эффективность расходования средств. Если в ходе строительных работ обнаружены ошибки проектирования, то их устранение обойдется заказчику в разы дороже, чем если бы их выявили в ходе разработки проекта. О том, как повысить качество проектно-сметной документации, говорили участники «Круглого стола», инициатором которого стал Комитет по бюджету, финансам и налогам Госсовета Чувашия. В Чувашии, как и по всей России, из-за некачественной проекта с метной документацией бюджет теряет миллион рублей. Зачастую за составление важного документа берутся люди, которые не обладают достаточной квалификацией. Проблема нехватки специалистов в области проектирования стоит очень остро. Новые кадры, вот я сейчас буду говорить на территории Чувашской республики, руководитель Чуваширного проекта не даст мне соврать, у нас, к сожалению, не сформировался, как говорится, пул молодых деятельных проектировщиков. Почему? Потому что, во-первых, проектный бизнес позволяет, имеет точнее возможность работать удаленно, и многие наши проектировщики, те, кто даже ушел в этом направлении, они, к сожалению, уехали за пределы. Очень большой объем пул наших проектных компаний, наших проектировщиков работает сегодня за пределами и не связывается с объектами на территории Чувашской республики. Министр обратил внимание на тот факт, что образовательные учреждения Чувашии не готовят проектировщиков. Было высказано предложение обсудить возможность введения специализации на базе Чувашского госуниверситета. А пока контроль за качеством проектно-сметной документации планируется возложить на созданную при Министрое Республиканскую службу единого заказчика. Согласно адресной и целевой программы, уже заложена разработка 76 объектов на общую сумму более 400 миллионов рублей. О низком уровне подготовки проектно-сметной документации участники «Круглого стола» говорили много, ссылаясь при этом на 44-й федеральный закон, который, по их мнению, нуждается в доработке и корректировке. Это лично мой такой лозунг, это 44-й фазе, который полностью напрочь убил вообще проектный бизнес на всей территории Российской Федерации. И, в принципе, как бизнес он сегодня не существует. Почему? Потому что основной критерий 44-й фазе – это так называемая экономическая, так скажем, бюджетная эффективность тех или иных конкурсных процедур, где вообще в углу угла не ставится вопрос, связанный с качеством конечного результата. Мы искали все узкие места. Сегодня вот эти два часа, я думаю, потратили очень продуктивно. Причем мы не критиковали друг друга, а искали свои недостатки. И в том числе и парламентская, так сказать, мысль тоже у нас возникала. То есть есть необходимость, наверное, внесения каких-то изменений с точки зрения улучшения качества проектно-сметной документации и, самое главное, результата – выделение бюджетных денег, освоение, и чтобы не было у нас дополнительных ассигнований каких-то из-за некачественной проектно-сметной документации. Если мы сейчас сконцентрируем все это дело, кадры будем готовить, если бизнес прислушается к этому, то результат будет обязательно положительный. В ходе круглого стола все участники смогли задать вопросы и высказать свои пожелания. По итогам встречи будут выработаны рекомендации, в основу которых ляжет дорожная карта и опыт регионов ПФО. Анжелика Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. К новому учебному году компания «Мегамикс» и агрохолдинг «Юрма» оборудовали компьютерный класс Чувашского государственного аграрного университета. Подробнее в нашем сюжете. Кабинет предназначен для проведения лекционных и практических занятий и рассчитан на 16 учебных мест. Класс оснащен мультимедийным оборудованием, интерактивной доской и проектором. Многие студенты уже успели положительно оценить качество новых компьютеров. Очень приятные компьютеры. Они новые и не тормозят. Очень быстро все загружают. И это очень классно. IT-технологии – это дисциплины 21 века, которые сопровождают учебные и производственные процессы. Аудитории, оснащенные оборудованием такого рода, помогают повысить качество подготовки будущих специалистов. Данная техника отвечает последним требованиям. Она может качественно сопроводить учебный процесс. Также наши компании заинтересованы и далее в более плотном сотрудничестве. Открытие компьютерного класса посетили глава Чувашской республики Олег Николаев и министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Руководители компании ООО «Мега Микс» и агрохолдинга «Юрма» обсудили с преподавателями университета дальнейшие перспективы сотрудничества и договорились о регулярных встречах со студентами вуза. Обе стороны одинаково заинтересованы в ранней профориентации студентов. Мы с компанией агрохолдинга «Юрма» работаем в довольно положительное время. Это один из наших основных партнеров именно в сфере подготовки специалистов. В агрохолдинге «Юрма» на настоящее время работает более 10 выпускников именно нашей факультеты, факультеты ветеринарной медицины и зоотехнии. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. На территории Чувашского госуниверситета имени Ульянова планируется создание уникального инновационно-индустриального центра «Синэнергия». Центр создания и распространения новых научно-инженерных практик будет организован в реконструированном корпусе бывшей военной кафедры университета. Она существовала с 1963 по 2008 год. Здесь готовили офицеров запасы для мотострелковых инженерных войск и медицинской службы вооруженных сил. Сегодня восстановление кафедры не планируется, а помещение простаивает. Этот вопрос обсуждался на встрече в начале сентября этого года главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева и нашего профильного министра, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Николаевича Фолькова. Глава региона поставил перед министром вопрос о необходимости реконструкции этого корпуса. На обновленной площадке разместятся семь центров различной направленности от цифровой энергетики до кипернетики. Также в планах создания учебно-презентационных лабораторий партнеров, каворкинг-центра для стартапов и выставочного центра новых разработок. Это очень логичное продолжение того, что делал университет в последние годы. А именно вместе с предприятиями электротехнического кластера Чувашской республики мы занимались трансформацией подготовки специалистов с высшим инженером образованием для электротехнической отрасли, которая сегодня признана во всей стране. Обучаться здесь смогут специалисты в области машиностроения, химических технологий строительства и интеллектуальной энергетики. Эскизный проект центра уже разработан. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Место встречи – Бурнары. Выездные совещания в школе, где к началу учебного года не успели завершить ремонт, проводятся регулярно. Вице-премьер правительства Чувашия Алла Салаева, курирующая проблемный объект, вновь проверила ход работы и выполнения поручений по организации приема пациентов в районной поликлинике. После того, как подрядчик не успел отремонтировать вурнарскую школу в срок, работу под свой контроль взяла Республиканская служба единого заказчика. Подмерено все здание, заказано суде-эксперту оценка качества выполненных работ, какие объемы с них требуется снять, потому что есть большие проблемы с качеством, потому что ребята нанимали кого попало. Служба единого заказчика нашла и нового подрядчика, который взялся устранить недоделки предыдущих горестроителей и довести ремонт до завершения. Срок определен к 20 октября, хотя это будет очень непросто, поскольку проблемы возникают на ровном месте. На сегодняшний день порядка 40 человек, но это количество можно увеличить. Опять же говорили по фасадам работам, есть сейчас и бригады у меня, которые готовы выйти хоть завтра, но вопрос стоит по материалам, которые заказной. К сожалению, предыдущий подрядчик нам его не отдает и не продает, поэтому оперативно быстренько заказали новый, обещают в течение 10 дней поставить. Между тем, остатки стройматериалов от прежнего подрядчика до сих пор лежат на площадке и затрудняют доступ к школе. Заместитель председателя кабинета министров, а со вчерашнего дня и исполняющий обязанности министра образования Чуваши Алла Салаева, поручила вурнуарским руководителям решить эту проблему в течение дня. А вот ситуация в районной больнице проверяющих порадовала. Напомним, в ходе одной из встреч родители жаловались на долгое ожидание приема у педиатров и специалистов. Вопрос решился достаточно легко. При участии рабочей группы Минздрава Чуваши общую очередь разделили на несколько потоков и скорректировали график работы врачей. Мы сегодня с вами увидели четкое разграничение потоков. Мы видим, что сегодня есть отдельно дети, которые поступают с температурой. Для них предусмотрен отдельный вход для экстренной помощи. Там постоянно находится дежурный педиатр. Что касается общей очереди, мы с вами сами увидели уже разделение потока. Есть здоровое отделение, куда дети приходят в соответствии с расписанием. Маленькие для того, чтобы ограничить общение и как можно лучше уберечь здоровых детей от какого-либо вируса или инфекции. Следующий вопрос, который мы увидели, это работа педиатров. На что бы жаловались жители Урнара на то, что в основном работа педиатров выстраивалась в первой половине дня. Сегодня мы с вами и количество педиатров. Сегодня мы видим четкое расписание пяти педиатров. Их рабочий график завершается в 18 часов. Ремонт в больнице идет очень хорошими темпами и не вызывает беспокойства, отметила Алла Салаева. Проблемы в Урнарской школе возникли из-за отсутствия контроля. А там, где должным образом расставлены приоритеты, даже в сложное время ситуация остается благополучной. В школах муниципалитетов жесткие меры эпидемиологической безопасности. Их соблюдение проверяет специальная комиссия. Особый режим эпидемиологической безопасности в каждой школе республики. Родителям на территорию образовательных учреждений вход запрещен. Провожать детей можно только до калитки. Папа и мамы одобряют такие методы. То, что родители не пускают на территорию школы, в нынешнее время я думаю, что это хорошо. Утром ребенка я привожу, оставляю ворот, дальше он идет сам. Нет лишних слез. Я считаю, что нет инфекции в школе от большого количества родителей. Школьники учатся в штатном режиме и практически уже привыкли к новым правилам. Уроки у ребят начинаются в разное время. Кто-то приходит в школу уже к 7.30, а другие только к 8.20. Попасть в здание можно шестью разными путями. Пять входов для детей и один вход центральный. Это для учителей, для всех сотрудников школы. Ну и, конечно же, дети, которые могут по какой-то причине опоздать или задержаться поважительно, они тоже проходят уже через центральный вход этой единицы. В школе, конечно, все меры предприняты. Мы получили большое количество рециркуляторов. В шестьдесят пять. Заранее у нас было закуплено за счет средств школы где-то в порядке десяти рециркуляторов. Поэтому во всех фойе у нас передвижные. И в каждом кабинете, включая столовый, спортивный зал, везде эти рециркуляторы работают. Они уже все подключены. Проветривание тоже проводится по графику. Конечно, мы все соскучились уже при дистанционном режиме обучения по детям и учителя, и дети по школе. Поэтому мы стараемся предпринять все меры. Измерение температуры при входе – обязательная процедура для всех. У кого она выше 37, в класс не пропускают. Дальше с ними работают медики. Во время коронавирусной инфекции приходят дети с повышением температуры. Таких детей мы изолируем. У нас есть изолятор, визолятор. Там перемериваем температуру. После того, как уже подтверждается, что есть высокая температура, мы вызываем родителей. А родители уже из дома забирают, забирают домой, из дома вызывают уже участкового педиатра. И к нам они уже приходят после выздоровления со справкой от участкового педиатра. За этот период у нас заболеваний с коронавирусной инфекцией не было. Теперь никаких хождений по кабинетам и даже с друзьями из параллельных классов на перемене не поиграешь. Во время обеда в столовой заметно меньше учеников, чем раньше. В классах и коридорах дезинфицирующие средства в свободном доступе. Большинство мер распространяется и на дополнительное образование. Что касается кружков и секций, то в школах они работают. Но работают только для детей этой школы. Посторонних мы пока не принимаем, потому что это может спровоцировать вспышку заболеваний. Надо сказать, что кроме самих детей все необходимые санитарные обследования проходят в том числе и наши педагоги. В частности, замер температурного режима. В случае, если он уже приболел, то его, соответственно, не допускают к занятиям. Сейчас уже начался эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу. Предпринимаемые меры помогут снизить не только риски заражения коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать их и дома. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Георгий Кривошейн, Республика. Роспотребнадзор обязал россиян, которые вернулись из-за границы, соблюдать карантин и находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ вступает в силу сегодня, 24 сентября. Напомним, ранее туристы, вернувшиеся из-за рубежа, должны были в трехдневный срок сдать тест на коронавирус и загрузить результаты на портал госуслуг. Но никаких предписаний по поводу их изоляции до получения анализа не было. Теперь туристы обязаны соблюдать карантин по месту жительства. Старейший дуб Чувашии, как объект экологического туризма, поднялся на второе место всероссийского конкурса. 369-летний чувашский великан поддержали более 23 тысяч человек в конкурсе «Российское дерево года». Старейший дуб республики растет в Маргаушском районе. Он изображен на гербе и флаге Чувашии. К нему за силой приезжают жители и гости региона. Победа даст возможность привлечь внимание к национальной гордости, усилить заботу о нем. Голосование продолжится до 1 октября. Ежедневные распродажи на самые необходимые товары. В Чебоксарах магазин «Галамарт» с выгодными ценами устраивает масштабную акцию. Подробности сразу после новостей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Галамарт в честь дня рождения 26 сентября порадует суперакцией. Второй товар за 1 рубль по равной или меньшей стоимости. И это не какая-нибудь мелочь, а даже гладильная доска или чайник. Участвует ассортимент всего магазина. Покупатель может взять товар из группы бытовой техники. Ну, предположим, сумма в 1000 рублей. Это чайник. И он может приобрести сковородку, но только по наименьшей стоимости. То есть ценой, например, 999. И вот сковородка покупателю в данном случае выйдет в рубль. Покупок много не бывает. Тем более, если они по ценам ниже среднего или вовсе по себестоимости. Сеть магазинов «Галамарт» более 10 лет работает по всей стране. В Чебоксарах уже 5 точек. В первый раз приобрела дорожные кружки и термос. Одно и второе для заварки чая. Еще какую-то мелочевку. Но мне здесь понравилось. Потому пришла второй раз. Рекомендую. И цена, качество устраивает. Здесь найдутся товары для всей семьи. Школьникам, канцелярия, для домашнего уюта, посуда, бытовая химия. Ассортимент широкий. Можно подобрать и подарки к предстоящим праздникам. У «Галамарта» есть много определений. Это магазин у дома, это магазин для дома. И это магазин для всей семьи. В нашем магазине представлен огромный ассортимент детского товара, сезонных предложений, инструменты, бытовая техника. И для хозяйших, конечно же, это посуда, это хозяйственные товары. «Галамарт» есть во всех районах Чебоксар. В торговых центрах МТВ, Шупашкар, Москва, Волоский и Мегамол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова